Всем приветики! Этот месяц выдался одним из самых пикантных для мобильных геймеров, и не только из-за летней жары, а ещё и за счёт непрекращающегося выхода годных новинок, которые я по традиции собрал в этом топе на 20 интересных игр. Так что поддержите видео лайком в самом начале и давайте начинать! Приятного просмотра! Кстати, я тут на днях наткнулся на просто офигенную игру, в которую сам сейчас играю и вам советую – Hustle Online. Это абсолютно бесплатная мультиплеерная игра с полностью открытым миром и невероятной свободой действий, которая, что важно, доступна как на Android, так и на iOS, с большим онлайном, дружелюбными игроками, среди которых запросто можно найти друзей и вместе влиять на жизнь и развитие родных городов. Например, становясь депутатом, мэром, госслужащим или пойти по пути криминала, устраивая разные грязные делишки, создавая свою банду и сражаясь за статус самых опасных братков на районе. То есть, что бы вы ни делали, всё это отобразится на жизни тысяч реальных игроков с невероятным весельем, для чего в Hustle Online есть всё необходимое. Я сам частенько по вечерам в неё играю на пятнадцатом сервере и даже достал для вас специальный промокод FENOM, который даёт на старте много чего полезного, чтобы начать веселиться с самого начала. Так что скачивайте игру по ссылке в описании прямо сейчас, чтобы сыграть вместе на пятнадцатом сервере. Ник у меня, если что, такой же как и на канале. Так что до встречи в игре, все ссылки есть в описании. 20 место Neverness to Everness После выхода The Endless Zone Zero, неудивительно, что многие разработчики, делающие похожие урбанистические экшен-рпг, решили поднажать с выходом своих собственных игр. В данном случае это очередная гача с возможностью бегать по крышам, сражаться с врагами и иметь в своей тиме до пяти различных персонажей с разными умениями. Всё это, конечно же в анимешной графике и довольно неплохими спецэффектами. Заявлено, что выйдет игра и на смартфоны и на ПК с консолями, так что можно надеяться ещё и на кроссплей. Правда, пока проходит лишь предрегистрация на тест в сентябре, так что желающим стоит поспешить. 19 место Asphalt Legends Unit Кто бы мог подумать, но буквально на днях вышла новая часть известной серии аркадных гонок, хотя за эту неделю вышло и так немало игр в таком жанре. В общем-то это просто наследник девятой части с лучшей графикой, большими масштабами и работой над ошибками, хотя в целом игра осталась верна канонам. Здесь есть разные заезды, от более приземлённых по асфальту и до просто безумных с гонкой по снежному склону и подобному. Но главное это графика с невероятными спецэффектами и очень хорошей оптимизацией. 18 место The Abandoned Planet Технически игра выйдет когда-то в этом году, но как и в стиме, для смартфонов уже доступна демо-версия, чтобы пощупать что это такое. А геймплейно это Point & Cling головоломка в пиксель-артном дизайне с необычным сюжетом исследования заброшенной планеты и остатков жившей здесь цивилизации. Что интересно, всё детально проработано и напоминает приключения Лары Крофт или даже Индианы Джонса, только в стилистике Звёздных войн. Звучит уже завораживающе, а играется и того лучше, так что рекомендую попробовать. 17 место Contraband Police Mobile Довольно необычный симулятор пограничника, чем-то походящий на Papers, Please, только в трёхмерной графике и большей свободой перемещения. Правда так как эта новинка, вышла она лишь в двух странах ОАЕ и Новой Зеландии, правда со временем список стран будет расширяться, как раз когда пройдут пограничный контроль. А пока скачать её можно через VPN абсолютно бесплатно, чтобы стать на страже порядка своей страны, досматривая документы, грузы, автомобили, разные места где могут спрятать контрабанду и прочее. 16 место Buildy Kingdom Представьте, что вы очнулись в другом мире на необитаемом острове, где полно разных ресурсов, но нет никого другого. И как назло, на противоположном острове стоит огромный красочный замок, но добраться к нему невозможно. Обычно в таком случае стоит бы попытаться вернуться в свой мир, но главный персонаж явно намерен сделать нечто другое, а именно построить свой собственный замок, для чего нужно собирать ресурсы, строить ремесленные здания, чтобы их перерабатывать и в итоге постепенно возвести неприступную крепость. 15 место Ace Craft Простая аркада геймплейно напоминающая игры на смартфоны десятилетней давности, когда просто летаешь самолётиком в жанре shoot'em up, расстреливая возникающих противников. Но уникальность её заключается в другом, а именно в визуальном стиле, походящем на Cuphead, который в свою очередь вдохновлялся мультфильмами Диснея прошлого века. И соединив всё это вместе, у разработчиков получилось нечто реально уникальное, а главное интересное. Ведь это позволяет не только убить свободное время, но и с интригой ждать новых боссов. 14 место Survival Nation Mobile Снова игра, которая из-за того, что это пробный запуск, ограничена несколькими странами, теперь США, Бразилия и Турцией. И представляет из себя симулятор выживания в зомби-апокалипсисе с изометрической камерой и полностью ручным управлением, что необходимо, дабы соблюсти равные возможности каждому игроку. Так как помимо зомби, по карте бродят и такие же реальные игроки, с которыми можно или кооперироваться, или наоборот сражаться. То есть, своего рода DayZ, но где при желании можно отключить мультиплеер и проходить сюжетные квесты. 13 место World of Warships Legends Ещё одна новинка, о которой я некоторое время назад рассказывал, пока она была в тесте. Ну а сейчас вышла в полноценный релиз, который может скачать абсолютно каждый. И отличается эта игра от похожей, только с приставкой Blitz, лучшей графикой, а также кроссплатформой, правда не полной, а лишь для аккаунта. Как например в Warzone Mobile, где общий аккаунт с ПК и за игру можно получить разные бонусы, но при этом играете вы только на мобильных серверах. Здесь то же самое, только на кораблях команды на команду. 12 место Ash of Gods Redemption Очередной порт с ПК довольно неплохой ролевой пошаговой игры с изометрической камерой. Кстати, если хотите увидеть больше портированных игр на смартфоны, советую посмотреть недавний топ на канале. Так вот, что до игры, то здесь всё вращается вокруг трёх героев, которые отправляются в странстве во спасения мира. При том, что история нелинейна и никто не застрахован от смерти, включая главных героев, что необычно. Так что предстоит тщательно подбирать карты и сортировать своих воинов, ведь от этого напрямую зависит судьба мира. 11 место Spirit of the Island Геймплей на обычный симулятор жизни, как тот же Stardew Valley или Animal Crossing, где существуют разные персонажи со своими рутинными обязанностями, с которыми можно общаться, дружить и даже жениться при желании. А всё начинается с того, что наш подопечный становится взрослым, и, как подобает традиции, отправляется в собственное путешествие, чтобы это доказать. И как раз это и позволяет наткнуться на давно заброшенный архипелаг, который герой решает отстроить, сделав снова пригодным для жизни. Ну и кстати, половина топа уже позади, так что будут крайне признателен за поддержку в виде лайка и подписку на канал. 10 место Disney Speedstorm Mobile Наверное, один из лучших подражателей Mario Kart, наконец-то вышел в релиз. Этот месяц прямо забилует разными новыми гонками, в данном случае в аркадном жанре, где несколько реальных игроков берут под управление известных персонажей Диснея, садятся за руль безумных машин и участвуют в гонках с активностями, где на трассе разбросаны как ловушки для врагов, так и разные улучшения для наших машин. Главное, это, конечно же, опередить оппонентов, которые могут играть как со смартфонов, так и с ПК. 9 место Cozy Grow Своего рода смесь Дон Стар с выживанием на неком паранормальном острове, где обитают призраки, правда менее динамичное и напряжённое, вместе с элементами создания собственного райского уголка, где появляются другие игровые персонажи, с которыми можно подружиться, что также напоминает Animal Crossing. И всё это ещё и в уникальной стилистике с камерой сверху, что позволяет приятно провести время как на ПК, так и на смартфоне в портативе, правда только от компании Apple. 8 место Aurora Hills Детективное приключение в некогда райском городке, правда в котором не так давно начали пропадать люди, из-за чего мы как детектив решаем проследить за парком, некогда главной гордостью города. Чтобы объяснить исчезновение людей, найти в этом виновного и построить поистине увлекательную детективную цепочку событий от одного подозреваемого к другому. Всё это ещё и сопровождается хоть эстетичными картинками, но детально проработанными и мини-играми с разными головоломками. 7 место Roya Интересная инди, которая предлагает управлять не самим героем или целой командой, как обычно, а окружающей средой, чтобы довести поток воды от горной речушки к подножью в море, что довольно необычно. Нашими спутниками неизменно будут разные пернаты, которые как компас будут указывать направление. Но главное, это действительно уникальная геймплейная механика с терраформингом ландшафта, красивым окружающим миром в лоу-поле стилистике и приятной фоновой музыкой для релакса. 6 место Enter the Gajon Прямой порт с ПК очень популярного инди-рогалика с элементами буллетхела, когда нужно уворачиваться от десятков или даже сотен снарядов противников, параллельно отстреливаясь из своего оружия. А всё для того, чтобы получить ещё больше пушек, а точнее легендарный ствол, способный убить прошлое. Но есть один нюанс. Пока доступна только демо-версия и только на китайском, учитывая, что они делают этот порт. Поэтому язык только китайский и попробовать мобильную версию можно только до 8 июля, так как это тест. 5 место Valfor Игра, которая вроде ещё не вышла, но уже некоторое время доступна по всему миру для скачивания. Правда, в ограниченном издании, так как полноценный релиз намечен на примерно январь 25-го года. А пока можно поиграть в урезанную версию тактической RPG с необычной стилистикой, куда к тому же не так давно добавили новый PvE-контент для одиночного исследования, а точнее 15 подземелий с элементами из жанра rogue-lite. Хотя для любителей сражений в PvP такой режим здесь тоже есть. 4 место White Flame The Hunter Ещё одно выживание, вышедшее пару дней назад, но которое в совершенно другом стиле, а именно средневековье с примесью фэнтези. Когда наш герой оказывается на волоске от смерти, и чтобы спастись, заключает контракт с великим огнём этого мира, который уже укажет персонажу путь в его нелёгком приключении с исследованием заброшенных мест, сражением с врагами и обычной рутиной с поиском ресурсов, крафтом, постройкой дома и подобным. А главное, всё это действительно будет иметь значение на финал истории. 3 место Laser Tank Pixel RPG Алды наверняка вспомнят старые, добрые, восьмибитные танчики на Дэнди, когда увидят эту игру. Ведь это её переосмысленная версия с лучшей графикой, большей свободой и упором на спецэффекты. Но при этом основа остаётся неизменной. Главная цель это справиться с напором врагов, где после каждой волны мы можем выбирать или новую пушку, или альтернативную прокачку танчика. Ну а чтобы это не превращалось в обычный тир, нам также добавили ещё и разные подземелья с ловушками и головоломками. 2 место Ace Force 2 Невероятный шутер от первого лица, которому уже пророчат судьбу убийцы Counter-Strike, Valorant и подобных. Как минимум за счёт уникальной, словно комиксной графики с приятными визуальными эффектами, удобным сенсорным управлением и продуманными картами, на которых также сражается команда на команду. Есть много оружия, разные умения, да и многое другое. Главное, это реально весело. Вот только доступная игра была в тесте, который уже прикрыли. Правда, я на него успел попасть и потому решил поделиться впечатлениями. Ждать однозначно стоит. А чтобы не пропустить следующий тест, подписывайтесь на канал. Ну и первое место, Наруто Шипуден. Игра по мотивам довольно известного аниме, даже за пределами фан-сообщества японской рисовки. Однако, невзирая на название, почти ничего общего с ПК оригиналом она не имеет. То есть это не сюжетный файтинг с любимыми персонажами, как можно было подумать, а обычное MMORPG, где, конечно же, можно выбрать любого персонажа, из-за чего по карте то и бегают десятки Саски с Наруто, которые выполняют поручения более старших ниндзя, сражаясь с мобами, исследуя мир и многое другое. Ну и на этом сегодня всё. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, поддержите видео лайком и до встречи в новых или старых видео на канале.